Сегодня день борьбы с глаукомой. Дата утверждена Всемирная Ассоциация Общества Глаукомы. Хроническое заболевание у органов зрения сопровождается повышением внутриглазного давления. Если запустить болезнь, последствия могут быть тяжелыми. Человеку грозит атрофея зрительного нерва и слепота. В зоне риска люди от 40 лет. По словам специалистов, в последнее время болезнь молодеет. Чтобы избежать серьезных последствий, врачи рекомендуют два раза в год проходить обследование. В группу риска входят люди, страдающие близорукостью, дальнозоркостью. Это больные с сахарным диабетом. Это больные другими эндокринными заболеваниями. Это атеросклероз сосудов. И немаловажный фактор – это наследственное. В Северной Осетии есть специализированные медучреждения, где лечат данное заболевание. Среди них – Республиканский офтальмологический центр «Клиника глазных болезней» во Владикавказе. Также отделение офтальмологии – отделение в Северокавказском многопрофильном медцентре в Беслане. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Они проводят целый ряд исследований при помощи современного оборудования. Болезрение является основным методом обследования при глоукоме, так как мы можем судить о тяжести глоукомного процесса. То есть, чем более изменено поле зрения, чем больше вот таких вот скотов на поле зрения, тем тяжелее и запущен глоукомный процесс.